Газификация, ликвидация свалок и тепло во время рабочей поездки в Нелидово губернатор Тверской области ответил на вопросы жителей муниципального округа. Кроме того, глава региона осмотрел ремонтируемый ДК «Шахтер», посетил школу номер 3, а также новую котельную и Нелидовскую ЦРБ. Об итогах поездки Наталья Чекет. В Нелидове ремонтируют ДК «Шахтер», который построили в 1953 году по уникальному проекту. Однако долгое время здание находилось не в лучшем состоянии и требовало серьезного ремонта. Сейчас здесь активно ведутся работы. Пройдены работы сейчас штукатурные, шпатлевка выполненная, штукатурка кессонного потолка, колоннада. То есть мы сейчас на завершающей стадии штукатурных работ по фасаду. Приступили на готовых захватках уже к окраске. Реставрацию планируют закончить до конца года. А напротив ДК «Шахтер» благоустраивают площадь Ленина и улицу Горького по национальному проекту «Жилье и городская среда». Объект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов по организации комфортной городской среды в прошлом году. Преображаются и образовательные учреждения Нелидова. Так в школе номер три заменили окна и поставили современное оборудование в пищеблоке. Однако не хватает спортивного зала. Мы приняли решение о строительстве нового спортивного зала и открытого стадиона на территории муниципалитета. Также требуют внимания детские сады, модернизация и благоустройство территории. На встрече с общественностью губернатор с жителями округа обсудил насущные темы для территории. Один из вопросов коснулся улучшения ситуации с отоплением. Прошлый отопительный сезон для Нелидовского городского округа был очень сложным. Скажите, пожалуйста, могут ли быть жители Нелидовского городского округа в этом году спокойны и пройдет ли этот отопительный сезон без аварийной бешенки? Да. Игорь Руденни сообщил, что формируется запас топлива, идет подача тепла в социальные учреждения и начинается подключение жилых домов. Другими вопросами, которые интересовали жителей, стали ликвидация свалки и газификация. Говоря о первом, глава региона рассказал, что сейчас ведутся работы по рекультивации городской свалки по обращению с ТКО. Что касается темы газификации, то губернатор напомнил, что до конца 2024 года будет построен газопровод от Ржева до Нелидова длиной в 148 километров. По адресной инвест-программе в 2022 году планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей в Нелидове общей протяженностью более 140 километров. С нашей стороны реализация программы синхронизации газификации. В установленные сроки работа уже идет по проектированию и по региональной части мы абсолютно уверены, что мы выполним это с опережением сроков, потому что очень высокий запрос, как я сказал, и для бизнеса, и для жителей Нелидовского муниципального округа. В 2024 году будет газ, но к этому времени, и сегодня об этом сказали людям, что очень приятно, а это значит, люди будут строить свое будущее. Тот, кто, может быть, думал еще, оставаться или не оставаться, останется. Кто-то будет думать о бизнесе, который будет более прибыльным и конкурентным. Во время поездки губернатор посетил Нелидовскую ЦРБ и передал медицинскому учреждению электрокардиограф. Аппарат необходим для специалистов поликлиник, реанимационного и кардиологического отделений, бригад скорой и неотложной медпомощи. В этот же день Игорь Руденя осмотрел автоматизированную котельную. Ее запустили в конце прошлого года, и она обслуживает микрорайон, где проживает более 5000 жителей Нелидовского муниципального округа. Сейчас это единственная котельная Тверской области мощностью 14 мегаватт, работающая на сжиженном газе.